Продолжаем проходить Disney Dreamlight Valley. Я вот только сейчас узнал, что мне, оказывается, не нужно было всё это время бегать к Мерлину и общаться с ним, чтобы найти нужный мне вопрос. Достаточно просто давать ему вещь какую-нибудь, и его ежедневный вопрос реролится на другой. И вот сейчас я смог отдать ему пару десятков вещей, и наконец-то нареролил нужный мне вопрос. Вот он. Время очередного философского вопроса. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы быть Белочкой? Звучит весело, звучит опасно, а ты можешь это сделать? Я могу, но, впрочем, я не буду. Не сейчас. У нас тут другие дела. Ну-о-о-о, мудила. Я так надеялся. Но я всё ещё вдохновляю тебя подумать о том, чтобы быть Белочкой. Подумай просто. Жизнь Белочки опасна, прям-таки очень сильно опасна. Почти всё в мире больше, чем это существо, и много всего хочет её съесть. Итак, что ты думаешь, что мы можем узнать от Белочки? Что нужна симпатия к уязвимым? Как выживать? Орешки — это круто. Ну, полагаю, что технически это правда, но это не то, что я имел в виду. Вот, наконец-то. Вот это я и хотел, собственно, заснять всю игру, этот разговор про Белочек. Потому что Мерлин ведь превращал себя и Артура в Белочек. И потом Белочки и Самочки до них двоих домогались, собственно. И хоть в мультике, конечно, они убежали от этих Белочек, но вот... И я-то вдохновился нарисовать Артик, где они всё-таки не смогли убежать, и остались с Белочками в виде Белочек. Потому что Белочки — это клёво, и Орешки — это тоже клёво. И мне нравится эта идея, что можно сделать свою такую вот концовочку хорошую. Так же, как я это сделал, собственно, с Орочкой. Ведь вторая игра про Орочку тоже закончилась плоховато, и это тоже исправил своим Артиком, что называется. Вот это мне нравится. Ну ладно, давайте мы сейчас быстренько метнёмся в магазинчик, сделаем то, что мы делаем, как обычно. Посмотрим не только некоторые вещи, конечно. Я думаю, что всё-таки вместо того, чтобы быть трапом, мне нужно время от времени, самое, наверное, меняться просто, менять свою настройку гендера и меняться на женщину, чтобы был какой-то повод надевать вот эти вот все тряпки, которые я покупаю постоянно, женские. Потому что покупать их приходится просто потому, что я хочу собрать полную коллекцию шмоток, как можно ближе к полной, собственно, по крайней мере, насколько это возможно. И для этого приходится покупать их женское тоже. Тем более, что женская одежда здесь гораздо больше, чем мужская, поэтому так и так, либо ты будешь трапом, либо ты будешь менять себе пол, собственно. То есть будешь трансом, по сути. Тут, в принципе, ничего такого интересного нету. А вот это что? Этот что, такой унитаз у вас, видимо, да? Эта ракушечка раскрывается, правильно я понимаю? Нет, это просто стул почему-то. Хотя выглядит так, будто он может раскрыться. Стул, который нас может полизать снизу, что называется. Хе-хе-хе. Вау. Шикарные онлайновые награды. Какие-то низкополигональные куски какого-то красного дерьма, блин, ужас какой-то. Я бы не хотел такую награду получить, на самом деле выглядит довольно стромно. Симпатичная лампа. А это что? Четыре помидорки? А, нет, это яблочки. Нет, ну в принципе, да, под нынешним меркам яблоки даже низкополигональные, может быть и будут стоить 450 рублей за четыре штучки. Цены сейчас очень мощные на всё. Опаньки, а это что у нас тут такое? Да это же шкаф с бухлищем всяким. Вишенки, винограды, яблоки, апельсины. Да-да-да, конечно, конечно, это совершенно безобидные детские напитки, а вовсе не коньяки там и прочие винища. Опаньки, толкан! За 6400! Маленький толканчик из русалочки! Конечно, ведь вы же знаете, что русалочка очень любила сидеть на толконах, правда? И все остальные, учитывая, что у них там средневековый сеттинг, по сути, все обожали сидеть на толконах определённо, это точно. Кошмар, этот брыга нам что угодно продаст, даже воздух. Но тут опять банальности, как видите, ничего интересного не продаётся. Зато, кстати, вот эта довольно красивая такая люстра из Фроузен. Я не помню, правда, покупал я её или нет, может быть, уже покупал. Вот эта я точно покупал уже, эту гробаную люстру. Э, чё такое? 20 тысяч за какой-то лохань с водой? Да ты не охерел ли? Ужас. Это всё просто потому, что оно брендовое, от Фроузен, конечно. Видимо, блин, вся цена чисто в бренде. В принципе, вполне жизненно, правда. Как всякая еда, которую продают, наклеив на неё там, допустим, лапша с покемонами, на которую просто наклеили наклеечку, что это покемонская лапша, и внутрь бросили какую-нибудь там наклеечку или фишечку, и продают её в 50 тысяч раз дороже, несмотря на то, что там этой лапши на один укус, буквально. Я такой один раз покупал, тоже полетился на бренд чистым. Это была плохая идея, да. Ну-ка, о чём тут девочки сплетничают, собственно? Это не так уж важно. Главный вопрос в том, почему я нарядился как какой-то турист, какой-то лох во всякие там цветастые побугайские цвета. Потому что Русулочка изволила сказать в прошлой серии, что вы весь такой ведомый, поэтому нужно соответствующе выглядеть, как полный идиот. Вот я сейчас так и нарядился. Вот с этим видом можно спокойно выполнять её квесты, потому что нужно сделать это до самого конца в этой серии. Итак, начинаем квест The Ritual. Ах, как раз подопытная свинка, которая мне нужна. Ты поможешь мне с маленьким магическим экспериментом, не так ли? Просто такая вот мелочь. Я сомневаюсь, что кто-нибудь пострадает вообще. Это маленькое заклятие по извлечению силы. Используй цветочек, который ты получил. Что скажешь? Опасный ритуал? Весело! Осторожен, дорогуша. Опасность не должна быть взбудраживающей частью. Ну ладно, давай приготовим заклятание. И не забудь, кто здесь босс. Сначала нам нужна ракушечка. Но не любая ракушечка. Нам нужна та, той девочке, которая всё время говорит с океаном Муана. Когда ты получишь её, найти аквамарины и немножечко этостамова. Кальмара, видимо. Затем скомбинируй все эти вещи вместе в заклятие, вернее, в зачёрованной зелье и принеси его мне. Хм. Как она сейчас сказала? Взбудоражив... Вернее, опасность не должна быть взбудораживанием, получается, да? Ну как сказать? Что называется... Так сказать... Небезопасный секс, это ведь тоже, по идее, опасность и взбудораживание в одном, правда? Хе-хе-хе-хе. Ну ладно, у нас тут такого, к сожалению, нет. Ни опасного, ни без опасного. Всё у нас максимально детская, хоть по идее, игра и для ностальгирующих взрослых, по сути. Итак, ритуал. Привет, Джон. Вау, ты, кажется, занятой. Могу я тебе помочь с чем угодно? Усуа сказала мне поговорить с тобой. Морская ведьма? Ты уверен, что это хорошая идея слушать её? Она очень хочет, собственно, силу и власть. Да, она напоминает меня о гигантском крабе, который я встречала. Надеюсь, что ты, это самое, не поймаешься в том, чем она занята. Ты сказал, что она просила тебя достать ракушечку от меня? Я этого не говорил, вообще-то. Ну, я нашла её на пляже, я думала, что это подарок от океана, но, может быть, это подарок для тебя. Будь осторожен. Хорошо, что ты не скрудж. Скрудж из меня ещё и огромные денежки затребовал за вот этот вот хренатень, который мы сейчас получили, правда же? Ну-ка. Ну-ка. Это самая ракушечка для ритуала у стулы. И, кстати, раз мы сюда заглянули, давайте-ка сразу же позырим, чё я там Джилот их-то фармил в очередной раз. Какие интересные картиночки. Ну, Эйфелева башня, чисто по рататуйски. Может, что-нибудь поярче и покрасивше будет? Ева. Иронично, правда, Ева у нас нету пока что в игре, но зато есть её стикер. Можно налепить Вайли на лоб, пусть радуется, собственно. Стикер с Ральфом аналогично. Ральфа пока ещё в игре нет, но вот вам картиночка с Ральфом. Это ведь лучше, чем сам Ральф, правда? Это что? Логотип, наверное, Лайт? Лайтер этого, скорее всего, нового мультика про база, может быть, по крайней мере, выглядит похоже на это. Ну и, наконец, Роза, скорее всего, касается чудовища. Ну, короче, всякие мелочи. У животных, к сожалению, заканчиваются хорошие награды. Ладно, мне, в принципе, ничего не нужно, у меня уже всё есть. Мне теперь что нужно, получается, сделать? Скрафтить, скорее всего, да? Да, скрафтите это самое зельце, потому что все вещи у нас уже в запасе имеются. Кстати, да, иронично, по-своему, что мы крафтим зелье, не на, знаете, какого-нибудь там столе алкемическом, как в других играх, как типа в Майнкрафте или в The River Scrolls. Нет, мы крафтим это почему-то на верстаке с топором, с топором и пилой, видимо, или типа того. Ну, скрафтили, как видите, это всё равно сработало. Ну-ка, чё она делает? Тёмное зелье с неизвестными какими-то возможностями. Ладненько, сейчас заставим Урсулу хорошенечко им залиться, и пусть она про все эти возможности нам расскажет. Лишь бы она сейчас не начала сдристывать, а то чё-то вот сегодня пытался нафармить с ней дружбу, чтобы расплакировать все её квесты, она постоянно от меня убегала в каждое озеро, то вот тут в другое залезет. Как будто она чувствует, что я хочу ей навязать свои сверкающие алмазные штуковины. Ангельская рыбка, ты вернулся, и у тебя есть то, что мне нужно. Итак, отдавай мне изочарование. Хо-хо-хо-хо-хо, блин. Смеётся тут, кто смеётся последний, как говорится. Та-дам! Я использовала зачарование на цветке, который ты принёс, и теперь всё готово к использованию. Однако мне всё ещё нужна твоя помощь с одной маленькой деталью. Возьми это. Дув. Помести этот цветочек около входа в ту мистическую пещеру на пляже, которую ты открыл кристаллом, который я дала тебе. Почему эта пещера? Что там будет? Ты уверен, что это безопасно? Ладно, что это будет делать? Этот цветок теперь имеет силу украсть, украсть, а то есть защитить силу этой пещеры. Да, конечно. Мы же не хотим, чтобы что-нибудь плохое произошло, правда же? Теперь иди, двигай своими маленькими ножками. А вот, постоянно она любит говорить про ножки. Хорошо, что она нам, это самое, не отнимет их, чтобы подавить Ариэль в обмен на голос или ещё что-нибудь. Ну, короче, у Русула, естественно, совершенно не палится, какие плохие вещи она задумывает. Но поскольку я тупой, ведомый идиот, я не пойду, конечно, к Мерлину рассказать ему, что Русула хочет какую-то там энергию стырить. Нет, я просто пойду и выполню этот квест, видите? У меня же нет опции пойти поговорить с Мерлином. Я всё равно ведомая... Это самая подопытная свинка, как и было сказано. К сожалению. Вот, вот эту пещеру я открыл, получается, и нужно теперь разместить где? Нет, сказано около входа, то есть внутрь заходить не нужно, видимо. Вот и хорошо. При том, что иронично, нам эту пещеру ещё придётся заходить, так что, видимо, и хрена мы, скорее всего, не украдём, да? Никакую там силу или ещё что. Посмотрим. Эм, а, вот что, я думаю, что происходит? Она хочет, чтобы я сфоткал ей фоточку, собственно, этого цветочка, или что? Видимо, да, хотя она этого не говорила так-то, но подопустим, она же сама не может приплыть и посмотреть. У неё ног-то нету, хе-хе-хе. У Монстонка за Тротейла нет рук, а у неё нету ножек, только у меня они есть, о чём я могу постоянно ей намекать, подбегая к ней вот так вот. Хе-хе. Что? Заклинание выстрелило назад, и цветок превратился в ночную колючку? Проклятие! Должно было сработать. Сила энергии должна... Сила долин должна превзойти тёмную макию в этом месте. Если бы только был способ опузнать её. Ой, я уже забыла о тебе. Спасибо за помощь, дорогуша. Теперь беги, мне нужно подумать о том, что делать дальше. Да? Там, оказывается, цветочка превратилась в ночную колючку? Сейчас я даже и не заметил этого. Ну, допустим. Вот, получили финальный апгрейд отношений с ней, прекрасный, конечно, ракурс камеры, разумеется, в очередной раз. И также... Уровень 35. Блин, я думал, будет сейчас уровень 34, но, видимо, нет, к сожалению. Мне, видимо, перебрыгнул через зё, потому что у меня сейчас был уровень 33. Хотелось бы что-то пошутить про правила 34. Зато я получил сразу две награды. В том числе, какую-то интересненькую такую курточку, тёмненькую, мрачненькую. Интересно, к чему же это? Ладно, узнаем об этом, возможно, позже. А пока что... Чё, в смысле, с тобой не будет квеста? Но ведь он мне нужен. Продолжай играть, чтобы разблокировать больше миссий. Ага. Если квест недоступен, то, получается, нужно искать, почему он недоступен и что нужно сделать, чтобы он разблокировался. А вот. Прогрессируйте дальше с Ариэль. То есть придётся ей пока что подзадержаться с квестами Урсулы, пока ничего не поделать. Пойдём выполнять квесты всё-таки нашей русалочки маленькой. Вот, у неё уже, как видите, всё разблокировалось, всё доступно. Поэтому нужно её сейчас найти, откопать, из-под земли достать, или точнее, из-под воды. Ай. Ищи свищих. Где она там спряталась? Вот она где. Иронично, что наши водные товарищи, получается, все такие, это самое, нелюдимые, потому что они постоянно уплывают куда-нибудь очень далеко от всех остальных. Так, у неё всего-то третий уровень дружбы. Давай-ка я дам тебе кое-что мощное. Мощно за эту сверкающую штучку. Чпок, и сразу же пятый уровень. Ох, Джон, спасибо, это чудесно. Ну что, может быть, сходим на свиданку? Или сплаваем, может быть, ходить-то ты не можешь, тоже, к сожалению. Ладно, начнём квест по пропавшему принцу. Да, кажется, на свиданку мы с ней не пойдём, увы. Я искала повсюду, но я не могу найти Эрика. Мне правда нужна твоя помощь. А я помогу тебе позже. Пожалуйста, возвращайся как можно скорее. Ладно, ладно, пока ты не уплыл, а давай сразу же это сделаем. Что тебе нужно? Я спрашивала всех об Эрике. Но никто, кажется, не помнит его, кроме меня. Никто не помнит принца Эрика? Ах, как они могут забыть принца? Ну, полагаю, когда ты видел один раз зачаровывающего принца, ты видел их всех. Спасибо, что вы смели свое же клише, диснеевцы. Ну, может быть, есть и другие принцы, но нет ни одного такого доброго, как Эрик. Но до моего исчезновения он пытался защитить нас от забвения. Он сказал мне, что ему нужно пойти увидеть кого-то. Интересно, о ком он говорил? Ну, Мерлин знает многое о магии. Может, спросить его? О, и Кристоф тоже помогал Эрику. И Мауи всё время на пляже. Может быть, он видел Эрика? Один из них должен что-то знать. Интересно, если у кого-нибудь там шестероночка какая-нибудь говорит о Рель. Да, это важнее всего, конечно же. Эти их, блин, рандомные фразы совершенно не сочетающиеся с тем, что они сказали до этого в диалоге. Прямо как, собственно, в Team Sonic Racing, где целый грех за это накинул, за то, что персонажи там соглашаются с Эггманом. Он говорит, победителем может быть только Эггман и все остальные персонажи такие в Sonic, Tails, Knuckles. Да, да, я об этом и говорю, абсолютно так и есть и так далее. Это смешно просто. Ну-ка, попавший принц. Принц с тёмными волосами? Ха, ну теперь я когда-то это упомянул. Я помню кое-кого такого, но всё довольно расплывчато. Я помогал какому-то парню с его экспедициями в море. Он находил редкие артефакты для долины, и я помогал ему их отнести на корабль и сохранить их все. Может быть, это был тот парень Эрик? Ты знаешь, может быть, у меня всё ещё есть записи его экспедиции в моём доме. Мне нужно достать кое-что для Дональда, но если ты пойдёшь и поищешь, ты, наверное, найдёшь то, что нужно. Может быть, я там написал, куда делался Эрик? Да блин, я что, опять с первого раза угадал нужного персонажа? И в итоге теперь не смогу почитать обращение с другими персонажами по этому поводу. Ну да, говорить уже с ними не получится. Всё, а теперь ни с Мерлином, ни с Мауи не поговоришь. Ха, мне не нужно говорить с Мауи, да это же замечательно. Это хорошо, что на один трендёж с этим персонажем будет меньше, мне он очень не нравится. Это, скорее всего, мой самый нелюбимый персонаж во всей этой игре, собственно. Ладно. Благо, что дом у них всего-то один на всех, на всех тех фаузенных персонажей, поэтому долго искать не придётся. Чё тут тарелку поставили так криво, она сейчас упадёт? И чё стулья стоит так криво? Вот, блин, свиньи, конечно, королевские. Даже никакого порядка у вас в доме нету. Кошмар. Ну-ка, ищем, получается, нужную книжечку в доме Кристофа. А, ну нужная книжечка лежит, конечно же, в очевидном месте, причём, кажется, я уже тут брал книжку в этом же самом месте, разве нет? Допустим. Запись экспедиции. Угу, угу, угу. Да. Лист экспедиции в море. Принести его Кристофу. Потому что сами прочитать, видимо, не могу его, караколи курицелапой, да? О, хорошо, что ты сразу же здесь. О, хей! Спасибо. Дай-ка я посмотрю. Хм, хм, хм. Скажи мне, что ты что-нибудь нашёл. Ты можешь поспешить немножечко? Ты, ну тебе нужно, чтобы я достал твои читающие очки? Не нужно. Все морковки, которые я ем, дают мне прекрасное зрение. Эй, может быть, это оно? Ой, ну это нехорошо. Последняя экспедиция Эрика, отмеченная здесь, имеет большой красный х на ней. О, получается, он положил х на свою экспедицию. Это значит, что корабль затонул. О, нет, ты же не думаешь, что Эрик... Я уверен, что Эрик в порядке. Ну, блин, это же сказка, чё тут думать-то. Если он был моряком, я уверен, что он может плавать. Посмотрим. Тут сказано, что корабль утонул около... Ээээ, скалы... В форме черепа, около пляжа нашего. Может быть, ты сможешь найти подсказочку в воде? Неизвестно, что ты можешь выловить. Ну, хорошо, что не нужно отправляться, собственно, в море. Знаете, куда они всё-таки сами отправлялись? Достаточно просто к пляжу спуститься. А то это было бы проблематично, самому бы куда-то плыть. Да уж, допустим, поищите подсказочки около вот этого самого. Вот этого вот жароба состромного. Около него нужно поискать подсказочки. И ты здесь тоже стоишь, только не ты, пожалуйста. Ну да, вижу, вижу. Очевидно, что если появилась вот эта вот самая... Нет, нет, даже не начинай пускать своих бабочек и мычать тут рядом со мной, блин. А то я тебя точно отменю. Тут же можно пойти и отключать деревенщин через меню, собственно, выбора. Хоть я не уверен, работает это или нет, но её хочется отключить-то. Ммм, нашли кусок Эрика. Какого-то закаменевшего. Видимо, его хотели доставить Джаби Хату, но чё-то пошло не так, да? Лицо статуи. Кусочек разбитой статуи показывает прекрасное лицо принца Эрика. Да, мы тоже оценили, получается. И вот прекрасность, что называется. Теперь понесите то, что вы нашли Ариэльке. Сейчас порадуем её, что мы нашли кусочек её бойфренда. Хе-хе. Всё, что от него осталось. А вот я тут, как видите, весь такой целенький, свеженький. Может быть, она подумает о других опциях, так сказать, а? Это статуя. Это Эрик. Я видел такую на палубе его корабля. Это всё, что ты нашёл у разбитого корабля? Я так волнуюсь, что с ним произошло тут и плохое. Я тоже волнуюсь. Всё будет в порядке. Расслабься. Я уверен, что он в порядке. Это же сказка. Я не думаю, что я могу расслабиться. Я просто хотел бы, чтобы у нас были больше подсказок, чем разбитая статуя и затопленный корабль. Если бы только кто-нибудь вспомнил Эрика, кроме меня... Постой, у меня есть идея. Может быть, если мы соберём остальные части статуи, мы сможем совместить их. И затем, если все жители увидят её, возможно, отвернёт их воспоминания. Хм, стоит попробовать. Но это было единственное, что я нашёл в водах около разбитого корабля. Может быть, другие осколочки, где-то мы попались на пляже, и другие товарищи их нашли? Наверняка Кристофф знает. Я пойду, спрошу его. Ну, хоть не Мерлина. Хотя, предъявилось, спросить Мерлина. Может быть, он сможет по одному оскоку их всем вынюхать? С помощью магии, знаете, магия ж магия, все дела. Ну, ладненько. Придётся пока что потаскаться опять за этим нашим глуповатым, простым, деревенским дурачком, что называется. Или какой там ещё архетип воплощает Кристофф. Опять же, я не смотрел мультик, только обзор, поэтому толком-то не помню, есть ли у него характер вообще какой-то. Ну-ка. О, эй, ты вернулся. С лицом, сделанным из камня. Воу, теперь я вспомнил. Прицерик, конечно же. Это не он, не так ли? Он же не превратился в камень, не так ли? Ну да, он действительно деревенский дурачок, правда? Нет, это просто статуя. Даже не шути об этом. Я не шутил. Тут столько магии всякое, что невозможно знать. Так, а где ты нашёл эту штуку? Я нашёл её в водах около пляжа. Наверное, она была на корабле Эрика, который затонул. Постой секунду. Всё, возвращается ко мне. Сразу после шторма Дональд и я обыскали пляж в поисках всего, что было на корабле. И теперь, если подумать об этом, Эрик был вместе с нами, помогал нам, и это вспомнил. Значит, он выбрался из этого самого разбития. Короче, куда ты пошёл после этого? Или он точнее? Без понятия. Это было сразу перед забвением. Может быть, некоторые из других жителей вспомнят, куда он пошёл, если они увидят полную статую. Я придержал одну часть, которую мы нашли, и у Дональда есть остальные. Думаю, я использовал свою часть как это самое утяжитель для бумаги. А что? Она тяжёлая, и она держит бумаги. Можешь её забрать, если найдёшь. Она где-то у меня в доме. Ну, хорошо, хорошо. Пойду обыщу твой дом. И если не дойду там статую, я буду тебя использовать как прижиматель бумаги. Твоё лицо, что называется, плюх-плюх-плюх. Тоже мне устраивает тут какие-то самые извращенства над статуей Эрика. Как можно? А, вот она тут и валяется. Внезапно заспавнивалась, потому что раньше её тут 100% не было. Кристоф использовал эту часть как утяжитель бумаги. Цык-цык-цык. Хе-хе. Мы это не оценили, да. Наш персонаж тоже недоволен этим применением такой замечательной вещи, как кусочек статуи. Ну-ка, чё дальше? Нужно, получается, Дональда допрашивать. А где он? Где наша гробанная уточка? Наша уточка, кажется, сейчас обедает. Ну, ничего-ничего. Думаю, она оторвётся от своего пивка. Он же у нас всё время там пиво просил в прошлый раз. А, всё, он уже налогался. О, видите, видите, пиянь какая, хоть тут падает постоянно. Кошмар. О, у меня прекрасные соседи. Да, сразу видно, типичный алкаш. И опять упал. Вот же пиянь-то несчастная. Ладно. Статуя принца? О, да, я вспомнил, что я держал там кусочки статуи, которая появилась на пляже. Я дал один кусочек дяде Скруджу и закопал свою, чтобы защитить её от забвения. Эм, но я забыл где. Дай-ка подумать. Там было болото, и там были всякие мухи летали. Может быть, это место около воды в глади доверия? Я опять упал, алкаш, блин, вонючий. Блин, ну эта анимация, конечно, топовая у него. Он только из-за этого становится самый смешной персонажем. Здесь просто постоянно так вовремя падает, блин. Чтобы поднять настроение. Так, стоять. Видели, видели, он сейчас попытался убежать, потому что я понял, что мы сейчас у него будем вымогать кусочек статуи бесплатно. Ах, Джон, ты ищешь новое вложение, да? У тебя есть часть статуи Эрика. Ты знаешь, что ты мой любимый магазинчик, что называется? Ты знаешь, что мне не нравятся те, кто листят? Ну-ка, выплёвывай, что ты хочешь от меня? У тебя есть кусок статуи Эрика. Ауе, это точно. А тебе-то что? Ты можешь дать его мне? Я хочу купить его у тебя. Эх, и чего он будет стоить мне в этот раз? Ты звучишь так, будто я всё время тебя это самое слишком много требую от тебя, Джон. А я всего лишь честный бизнесмен, да. Вот, я докажу это. Принеси мне несколько драгоценных камней, и кусочек вонючей статуи будет твоим. Да, да, этот прокладый Брэга продолжает над нами издеваться, разумеется. Принесите пять передотов. Нихрена себе, конечно, нужно. Это, между прочим, не так уж легко накопать, эти пять передотов, грёбаных. То, что я их начетерил, это не значит, что это всё было очень легко, знаете. Если бы я это по-честному искал. Так, ладно, обыскивайте, короче, болото, чтобы найти второй кусочек. Наверное, я лучше сначала этим займусь. Это хотя бы бесплатно, знаете, в отличие от всего остального, чем мы тут занимаемся. Нужно, видимо, просто искать кусочек где-то в рандомном месте. Это будет, конечно, не быстро и не легко. А вот он, хотя бы заспавнился. Но я и говорю, было бы логичнее, если бы все эти вещи лежали тут изначально. А не так, что они появляются только по требованию сюжета, когда это нужно. А, её нужно выкампывать, выкампывать. Потому что я тут тысячу раз везде бегал, а ничего такого здесь не лежало. Так что у нас наёживают. Всё вполне очевидно, на самом деле, подстроено. Всё вот это вот, чтобы я поставил статую этому гробаному Эрику, чтобы его порадовать, что называется, на халяву. Хотя я его толком-то и не знаю, можно сказать. Ладно. Вот тебе, блин. Передоты твои подавись, блин, тебе зубами. Рад с собой вести бизнес. Итак, где мы остановились, пока мы обсуждали. Вот, да. Вернее, вот чего ты хотел. Кошмак какой-то. Тут у нас куча бизнесовых возможностей, которые нужно тут поиметь. Да я вижу, что ты имеешь бизнес со мной. Только так меня имеешь во всей щели своим бизнесом. Барыга чёртов. Да, эту часть закопал Дональд. Эту часть держал Скруджем. При том, что это не часть из статуи, это часть постамента одного. Так что я боюсь, нам придётся долго его собирать такими кусочками, знаете. Скажите, Ариэль, что вы нашли все кусочки статуи. Все кусочки того, на чём эта статуя должна стоять, а не самая статуя. Ну, видимо, нам этого хватит. Всё остальное по памяти, видимо, восстановим, да? Ариэлька где-то тут. Ну, вот видите, видите, только что здесь была и уже куда-то смылась за долю секунды. А, вот она. Вечно я путаюсь в этих иконочках. Постой, тихо, тихо. Фух, не успела свалить. Так, короче, когда статуя будет пофиксена, ты можешь поставить её на пляж, где все её увидят? Когда они это сделают, я знаю, что они вспомнят его. Кто-то должен знать, где он. Постой, я чуть не забыла. Тебе нужно вот это всё, что Гуфи мне дал. Он назвал это Супер Клей. Он сказал, что это заставляет вещи слипаться. А ты уверен, что он Супер Клей тебе дал, а не какой-нибудь там другой липкий предмет, что называется? Я думаю, что люди использовали это, чтобы сделать свои волосы. Но ты, наверное, знаешь всё об этом. Тебе стоит такое тоже попробовать. Это интересная идея. Давай, иди попробуй, используй его. Мне он не нужен. Я обычно использую просто морскую воду. Держи. Надеюсь, он будет достаточно сильным, да. Супер Клей этот. Ага, ага. Напрыскал, получается, Гуфи своего Супер Клея нашей русалочки. Понятненько всё с ним. Пользуйтесь тоже возможностью. Супер Клей. Этот экстра мощный клей определённо починить статуи принца река. Да-да, надейтесь на это. Учитывая, что у нас просто кусков нет, чтобы починить. Но, видимо, этого хватит. Допустим, допустим. Я поверю в это всё-таки. О, видите, какая статуя прекрасная получится. Из одного лица и трёх кусочков постамента. Да. Вот бы так говоря, и всё было просто, правда? Взял и всё остальное себе придумал. Взял, блин, пять рублей, сложил их вместе и получилось пятьдесят тысяч рублей. Вот это было бы замечательно, правда? Ладно, допустим. Статуя, по крайней мере, довольно маленькая. Опа-нки. Она родила воспоминания. А можно мне такую статую? Почему какой-то Эрик получает эту статую, а я нет? Хотя я тут самый главный так-то. Ну, короче, Эрик, похоже, истюхался с Урсулой. Ага, видимо, ему было маловато одной морской женщины. Захотелось ещё одну. Всё с ним ясно, конечно, с этим товарищем. Пойдёмте задавать квест-арелечки. Джон, ты нашёл что-нибудь, где, может быть, Эрик. Эрик сказал тебе, что он... Вернее, Эрик сказал тебе, что он собирался пойти поговорить с кем-то. Воспоминания показывают, что он говорит с Урсулой. Наверное, она что-нибудь знает. Почему он бы это сделал? Может быть, он тебя предал? Нет, он бы такого не сделал. Наверное, она что-то с ним сделала. Это меня беспокоит. Как мы заставим её рассказать правду? Я с этим справлюсь. Я хочу, чтобы ты была в опасности. Требуется кто-то с чистой головой. Я покажу ей, кто здесь главный. Так хорошо, что у нас есть ты, защищающий деревню. Спасибо за то, что позаботишься об Урсуле за меня. Она не будет разделять свои секреты с кем угодно. Тебе придётся заслужить её доверия. Даже её дружбу, если ты сможешь. Пожалуйста, будь осторожен. Урсула может быть очень опасной. Я буду ждать прямо здесь, когда ты вернёшься. Ну, собственно, вот там сейчас и намекнули, что если мы хотим всё-таки пообщаться с ней насчёт Эрика, нужно сначала покачать максимальный уровень дружбы. И хорошо, что я это сначала сделал, правда же? Теперь не придётся тратить время на фарм, что называется. И сразу же можно будет закончить ещё и этот квест. И за одну серию, собственно, присовокупить ещё одного персонажа к себе, возможно. Посмотрим. Может быть, она его сожрала, и мы сейчас найдём только скелетик какой-нибудь. В конце концов, она же поехавшая старушенция. Поэтому, может быть, захотела полакомиться вкусненьким принциком. Или, может быть, полакомиться какой-нибудь определённой частью его тела, что называется. Хе-хе. Ладненько, начинаем квест «Сделка с Урсулой», последний квест её дружбы. Раз уж мы тут все с тобой такие друзья, я подскажу тебе маленький секрет. Но перед этим помоги мне кое-чем ещё, ладно? Эээ, сейчас не могу, извини. Ну, твоё поражение, дорогуша, но поверь мне, ты захочешь услышать, что я могу сказать? Ладно, ладно, уже хочу, ты же меня называешь «моё дитя», как будто ты туриель-кота ещё. Ладно. Ну что ж, я ищу очень мощную вещь. Да? Которая у меня в штанах. Когда мой маленький эксперимент, чтобы извлечь силу, из долины провалился, я узнал о тёмной потенциальной силе, которая находится в забытых землях. И я закончил делать твои дела бесплатно. Сила такая должна оставаться там, где она принадлежит. Короче, я с тобой закончил. Вот теперь ты говоришь на моём языке, дорогуша. У меня есть именно то, что ты хочешь. Мне теперь страшно. Не говори мне, что ты не хочешь увидеть, не хочешь спасти принцесса Эрика. Что? Как? Восстатные знаки. Маленький принцик умолял меня спасти воспоминания его только ценной Ариэль, когда началось забвение. Я так и сделала, конечно же, но за определённую цену. Я послала Ариэль подальше из долины, чтобы забвение не повлияло на неё. И теперь он является гостем в моём маленьком саду. Такая бедная, несчастная душа. Ариэль никогда не узнает, что произошло с ним. Ах, весело, не правда ли? Освободи его, это самое правильное. Эрик, это всё для меня очень старые новости. Давай двигаться дальше. Не будь грубым, дорогуша. Ты не хочешь, чтобы я была в плохом настроении? Ну, я полагаю, что уже есть... Пришло время, короче, двигаться дальше, впрочем. Новая деревня, новые сделки. Конечно же, я могу обменять его на то, что я хочу. Все были бы впечатлены мной, так сказать. Именно, ты будешь героем для всех. Итак, вот что мне нужно. Иди в забытые земли и поищи там. Там есть руины, которые связаны с этим источником энергии. Принеси мне то, что ты найдёшь. Вот так вот, повыбирал всякие злодейские реплики, типа я тоже весь такой желающий силы, желающий помогать Урсулочке. Поэтому поехали помогать ей до конца, что называется. Ведь ничего плохого с этого не выйдет, из того, что она захочет высосать всю энергию из долины, или ещё что-нибудь, всю эту магию. Подумаешь, правда? Ну, собственно, далеко идти не нужно, к счастью. Взяли и сразу же нашли то, что нужно. Чпок. Стырили кристальчик, и запустилась страшная радиопассивность повсюду. Тёмный кристалл. Теинственный кристалл, который крыкает магией, короче. Принесите его Урсуле. Кажется, я сейчас выпущу какого-нибудь балрага местного, или что-нибудь ещё похуже, правда? Раз-то началось такое излучение жуткой тёмной энергии. Но ничего. В конце концов, и не будь это добрая сказка, может быть, я бы засомневался в своём выборе, но, к сожалению, сомневаться не о чем. Так, свали уже отсюда, принцесска, мне нужно пообщаться с нашей жаробаской. Вот, на, получай. Рыбонька, это ты. Ты нашёл что-нибудь в руинах? Ничего, кроме этого камушка. Прекрасно. Сила, магия, именно то, чего я хотела. Там было четыре пьедестала в руинах, и когда я подобрал вот эту штуку, они все начали сведиться. Четыре пьедестала в руинах, да? Ну что ж, остальные кристаллы, наверное, разбросаны по всей деревне после забвения. Свечение на пьедестале, наверное, это то, что руины вызывают свои кристаллы. Поищи вокруг деревни, Джон. Принеси эти кристаллы обратно на свои пьедесталы, и посмотри, что будет. Ой, возьми вот этот с собой, тебе это понадобится. Ну, хорошо. Ой, я наш... У меня, короче, в голове снова застрял джаз какого-то мужика из мультика Её Шнева, но я его не смотрел, поэтому неважно. Ну-ка, найдите оставшиеся кристаллы в деревне. Хо, подумаешь мелочь, просто иди туда не знаю куда, ищи то не знаю что. Замечательно, сейчас с адостью это сделаю. Ну, собственно, нужно просто реально найти, где попало. Вот валяются здесь как кусочки кое-чего оброденного кое-кем, так сказать, возможно, шрамом, который тут везде находил, навалил свои кучки. И сейчас по эти кучке превратим в энергию, конечно же. О, здорово, симпатичная, голубая вороночка. Вороночка. С ней я уже пообщался, я уже покормил, так что всё нормально. Ладно. Покормим сейчас эти голодные пьедесталы. Гостим их вкусненькими, вот этими вот отложениями, чьими-то магическими, а может быть и нет. Нет-нет. Опаньки. И заспавнулся большой кристаллик. Ещё большее отложение. Могущественный кристалл используется, который использует жестокая Урсула. Спасибо, что заранее спойлерим, что с ним произойдёт, с этим кристаллом. А я-то думал, что мы будем им играться со скрудзом в обмен, что называется. Он не какой-нибудь бесполезный кусок хлама, а я ему драгоценный кристалл полной магии. Вполне может быть такое, да, естественно. Не уделюсь совершенно, если будет такой квест тоже. Лисички! Их я тоже уже покормил всех, голубенькую и беленькую. Такие няшечки всем. Ладно, вот ты уже не совсем няшечка. О, это ты! Сила! И она вся моя! Возможности в этом кристалле будут моими! Ха-ха-ха-ха-ха! Время сдержать твоё обещание, освободить принца Эрика, отменить своё магическое заклинание. Прямо-то был смысл давать мне диалог, правда, я здесь? Хотя тут всё буквально одно и то же. Короче, давай, выполняй свой долг. Да, конечно! Как и обещано, рыбонька, твой собственный жалкий принц Эрик. Оу! Он всё ещё в виде беснесчастной души. Как мне превратить его обратно? Это не то, на что мы согласились. Разве нет? Я предложила обменять Эрика, и я это сделала. Это уже твоё дело, понять, как его, что называется, отпринцевать обратно. Но раз уж я в хорошем настроении, я дам тебе подарочек. Возьми эту одежду. И не забивай свою маленькую головку насчёт моей растущей силы. Я обещаю хорошо её использовать. Спасибо, что дала мне своё платье в выходное. Опять, блин, мужскому персонажу дают платьица. Зато вот это уже лучше. Я получил крылышки и столбик какой-то. Неплохо, неплохо. Несделка с Урсулой завершена. Всё, больше мы с ней дел не имеем, квеста мы её выполнили, и теперь будем только гадать, что же она сделает со своей силой. Хотя, вполне очевидно, опять же, что ничего она не сделает, просто по тому факту, что у нас, блин, это самое. Ага. Ещё один квест начинается. Она, это самая, является жителем нашей деревни, и очевидно, что она механически никак не может от нас отлипнуть, поэтому выбора у неё не будет. Всё равно она будет вместе с нами, что называется, с самого конца. Так что, увы, весь этот сюжет, к сожалению, опасностью и не пахнет. Поэтому пускай она сжарёт свою энергию, если она всё равно ничего не сможет ей сделать, по факту. Ну вот. А, секундочку, надо прочитать его описание сначала. Бедный несчастый Эрик. Руссула превратила принца Эрика в одну из своих несчастных душ в своём саду. Выдоело его досухо, что называется, превратив его червячка в маленького, точного червячка. Нет, нет. Так что, радуйся, Эриэлька. Возвращаю тебя к единственному принцу. Что? Кто это? О, нет! Эрик! Как могла Урсула сделать это с тобой? Джон, пожалуйста, помоги нам! Мы должны спасти его! Ты позабо... позаботься об Эрике, а я пойду поговорю с Мерлином. Не волнуйся, я справлюсь. Только волшебник может с этим разобраться. Урсула ничего с нами не сделает. Спасибо тебе большое. Надеюсь, Мерлин сможет помочь нам. И уплыла подальше со своим Эриком. Пытаться его восстановить подручными средствами, наверное, да? Накачать его обратно чем-нибудь. Э, ну-ка, ну-ка, куда наш волшебник смылся? Решай очередную проблему за нас, магическую, как ты это любишь делать постоянно. Ну-ка. Воркинг... Нет, вот это, вот это. Poor Unfortunate Prince. Принц Эрик был в объятиях морской ведьмы всё это время. О боже, я вижу, что она вернула его свободу, но не его тело. Вот это то, что стоило ждать от этой мрази вроде Урсулы. Всё время обманывает, чтобы получить то, что ей нужно. Будь осторожен рядом с ней, Джон. Итак, может быть, нам повезло, я как раз сейчас читал книгу о трансфигурации. Может быть, там есть ключ потом о том, чтобы Эрика обратно вернуть? Он называется «Трансфигурируйте свои проблемы прочь. Как превратить лягушку обратно в принца за три простых шага?» Как удобно. Но Эрик же не лягушка. Ну, конечно, Эрик не лягушка, но он же принц, поэтому та же самая магия наверное сработает. Так, какой же первый шаг? Посмотрим. Первый шаг, когда превращаем лягушку в принца, это построить ему дом, подходящий для короля. Полагаю, это значит, что тебе придётся начать построить дом для принца Эрика здесь в деревне. Понятно, построить ему дом. Чё будет дальше? на котором он может зацепиться, чтобы попасть собственно в мир людей, так сказать. Когда построишь его дом, построим его дом, короче, найди объект, который около, который подходит короче к его сердцу. Понятно? Какой третий шаг, собственно? Согласно с книгой, финальный шаг это классика Джон. Поцелуй истинной любви. Блееееетч. Ну да, это немножечко романтично, но тут нет более мощной магии, чем любовь. Это как раз любовь Ариэль восстановит, Эрика. Итак, когда ты найдешь потретающий объект в его доме, принеси его им, ей, то есть, и пусть она назовет его имя три раза, пока фоткает Эрика, как он должно быть, вернее, представляет его точнее. Это его восстановит. Из-за тем, чтобы увидеться, что заклинание перманентное, она должна поцеловать его очень быстро после этого. Удачи, Джон. Жесть, конечно. Целоваться будет она, получается, а я только работой. Обидно, блин, знаете, обидно. Ну ладно. Построить домик принцу Эрику. Ага, домик. Вот он, видите, домик. Домик, блин, размером больше, чем сама эта гробанная долина. Ладно, поставим как раз вот здесь. У меня тут имеется место. Заранее зарезервировано, естественно, я же знаю, что придется еще не один дом здесь строить в моей долине. Я просто хочу строить всех вот в одном месте, чтобы они не разбирались там по разным локациям, всем этим болотам, блин, лесам проклятым и так далее, чтобы они все были здесь, у нас, в нашей уютной деревне. Только так и получается деревня, знаете, а не когда все живут на отшибе, собственно. Ах, тебе нужно построить замок, подходящий для принца, да? Но не бойся, Магдак Констракшн сможет сделать это за скромную цену. Ну, на удивление, да, всего-то 10 тысяч. Вон, предыдущие дома были дороже. Может, в другой раз? Ты не сможешь найти цену получше нигде, я тебе это обещаю. Чудо же всех конкурентов перебочу, видимо, да? Больше никого нет, кроме тебя, да? Ладно. Когда ты увидишь этот дом, я пообещаю, ты не пожалеешь об этом. Ну, да. Безусловно, этот замок хоть и миниатюрный, но он определенно симпатичный, да. Мощный такой. Замок для карликов, для гномиков, для тараканчиков, но точно не для людей, естественно. Мини-замок для мини-принца, получается, да? В принципе, логично, он как раз в своей форме сейчас влезет на него. Ну, кстати, тут так, видите, симпатично весьма. Да, охренительно тут декорации поставили. Какой роскошный кораблик. Видимо, это имитация кораблика из мультика, возможно, вполне, да? Граммофончик, шкафчик, еще и музыка такая королевская играет. Мощные золотые стулья. Ух, круто. Может быть, в них зарыты драгоценности, а? Может быть, нужно их ножом вскрыть на всякий случай. И-и-и. И гостиная с красивой такой подушечкой с золотым якорем. Ммм, бухлище имеется, винище, естественно, чтобы можно было сразу стащить свою русалочку. А что здесь делают какие-то схемы замка? Что-то тут прорабы забыли поубирать за собой, что называется, да, после работы. И пианину поставили. Ну, то есть, это все еще не похоже, конечно, на жилой дом совершенно. Увы, тут даже дверей нету, показывающих, что есть другие помещения. Но, допустим. И так сойдет, видимо. Будем спать на полу здесь все, походу. Флейта Эрика. Эта флейта очень важна для принца Эрика. Может превратить его братом в человека. Ну, не помню уже, дудил ли он там в свою флейту или в чью-нибудь еще флейту дудил, как все эти там андроиды из чужих делают. Я, к сожалению, давно уже не пересматривал этот мультик. Может быть, стоило бы, конечно, это сделать. Но, с другой стороны, как-то влом. Все-таки это больше воспоминания детства. А то бывает так, что пересмотришь что-нибудь, что тебе нравилось раньше, и теперь оно уже не понравится. Учитывая, что тут будет типичная романтическая история, а все эти клише меня действительно задолбали. Поэтому я ей сказал ВЕБЛЕЧ в диалоге. Это флейта Эрика. Он поиграл на ней в первый раз, когда я увидела его. Где ты ее нашел? Это поможет нам спасти ее? Мерлин сказал мне, как восстановить Эрика. Держи флейту. Вспомни Эрика у себя в голове. Назови его имя три раза, и затем запечатай это поцелуем. Это сработает. Надеюсь, это сработает. Все или ничего? Мне придется поверить, что это сработает. Эрик. 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 И теперь я поцелую его. Вот так вот. И все? Эрик, надеюсь, ты чувствуешь, как я сильно тебя люблю. Пожалуйста, вертись ко мне. Похоже, сработало. Ну вот, теперь у нас есть не только одни и те же принцессы, но еще и хотя бы один представитель мужского вида принцесс, так сказать. Это правда? Я теперь правда снова человек? Это так и есть, и все благодаря тебе. Я не знаю, как я смогу тебе отплатить. О, и... Хе-хе-хе. Просто чтобы ты знал, я был это самое в сознании все это время, находясь у тебя в рюкзаке. Тебе правда стоит почистить его? Да, я знаю. Может быть позже. Но я не знаю, что мне может понадобиться. Постой секунду. А где Ариэль? Она в порядке? Что Усула сделала с ней? Усула отправила ее на заброшенный остров, но теперь она в безопасности. Она помогла мне спасти тебя. И почему-то это ты не осознаешь, да? Она разве не тебя там целовала? Просто воздух, что ли? Ладно, она будет счастлива тебя увидеть, но давай услышим больше о твоей истории. Я расскажу тебе все, но не сейчас. Мне нужно увидеть Ариэль. Воу. Вау. Я так изголодался, что не могу ходить. Я не могу к ней так подойти. Только не после всего. Мне нужно сначала вернуть свою силу. Без проблем. Я приготовлю тебе блюдо, которое подойдет для принца. Как насчет гаспачо, вегетейбл стю и фрешбери салат? Хренасе, конечно. Звучит невероятно. Спасибо, Джон. Че-то ты мне скидал книжками. Ты что себя, Элизабет из Биошок Инфинита взомнил? Блин. Она говоришь тоже по своему принцессе, но все-таки нет, он просто выдал зачем-то нам рецепты. Откуда мы заранее знаем эти блюда, спрашивается, если мы их ни разу не готовили до этого, непонятно. До получения этих рецептов, собственно. Это же он должен был, наверное, назвать свои блюда. Ладно, какая разница. Хватит докапываться, главное, пойти и приготовить ему их уже. Гаспачо, вегетабл-стю, берез-салат. Ну, естественно, все вегетарианское, потому что, сами понимаете, у нас тут есть только рыбка, а вот мясо, это слишком жестоко. Ну-ка. У меня все равно только одна картошка в квестах, предметов ужас какой-то. Ладно, выбираем вот это. Вегетарианская похлебочка, картофка, морковка и лук. Самая простейская штука может быть. Не, ну в принципе, я бы не отказался. Да, картофку я люблю. И картофочка с морковочкой, с горошком. Откуда там горошек взялся? Мы его вообще тут не выращиваем. Из кого бы его выдавили, спрашивается этот горошек. Лучше, наверное, не знать, правда? Так, секундочку. Все, остальное готовим срочно. Это, конечно, малость как-то эпичность момента подрывает, что нам нужно еще ему жратву готовить. Какое-то не совсем самое важное, понимаете, сейчас жрать, блин. Взял бы, сожрал бананчик и побежал бы к своей арели. Это так важно. Тут начинают свирлить из того неси всего, поэтому нужно срочно заканчивать серию, но как раз нам осталось сделать всего-то пару мелочей. Ну, какой-то томатный суп, это уже малость и по мне. Хорошо, что хотя бы посуду не нужно каждый раз мыть, знаете. Оно все само спавнится из ниоткуда. И последнее, это салат из ягодок. Самая простенькая вещь, по идее. Хотя, тут он и тому, 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 и тому. Ну, неплохо. Малинка, сливы какие-то и черничка. А, вернее, не слива, наверное, вот эта вот ягода слева, вернее, справа, хотя она не совсем похожа, это больше всего на какие-то сливы. Ладно, неважно. Выглядит весьма достойным обедом. Пускай, конечно, принцесс подождет, хотя, как говорится, это самое, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, так что, видимо, мы сейчас завоюем принца эдакой себе, скорее всего, да? Вегетарианский салат. Толстый и хорошая, хорошая похлёпка полная, овощи, короче. Гаспачо. Мисочка супа из овощей, подаётся ледяной почему-то. И салат из ягодок. Лиственный салат, украшенный различными ягодками. Лиственный? Он что-то в листья будет грезть. Ужас какой-то. Бедный принц уже стал травоядом совершенно у нас, правда? Ладно, давайте присоединять его окончательно, уже наконец-то. К себе, видимо. Потому что почему-то Ариэль не может приготовить его пожрать. Нет, только я. Я теперь ещё и кухарка, и официант вам, блин. Джон, выглядит вкусно. Даже лучше, чем то, что делает шеф Луис. Спасибо. Это тоже персонаж из мультика, который, кажется, гонялся за Себастьяна, да? Вау, это было здорово. Я чувствую себя гораздо лучше. Не могу дождаться поговорить с Ариэль. Я знаю, что она будет счастлива тебя увидеть. Пойдём сейчас же. Пойдёмте. Наконец-то будет у вас соединение очередное. Да, уж, сразу видно. Здоровый и энергичный мужчина. Еле-еле тут вяленько прыг-прыг-прыг делает. Но опять же такое ощущение, что анимация плохо совпадает со скоростью бега. Поэтому он какой-то заторможенный, как будто его сам воздух замедляет. Ну-ка, ну-ка. Любовная сцена будет или нет? Ариэль где-то там потерялась. Вон, она плывёт кое-как. Давай, давай, ты сможешь. Ты чё там с Русулой уединилась? Ужас какой-то. Давай, давай, давай! Тебе тоже нужно было приготовить похлопку из овощей или ещё что-нибудь? Ты быстрее плыла. Чё это такое? Чё она там еле-еле тащится? Полужилая несчастная, наша рыбонька. Причём под водой плывёт, конечно. И ни одного пузырька не выпустит. А, вот, вот, вот она заспавнилась уже. Спойлерится, что называется. Палится своими искрками подводными. Да. Очень неловкая сцена получается. Ариэль, это я! Я, наконец-то, снова человек! О, Эрик! Это делает меня такой счастливой! Я хотел сказать тебе... Мне жаль. Из-за сделки с Русулой. Я извиняюсь. Я просто хотел защитить тебя и... Всё нормально. Я тоже однажды с ней делала сделочку, помнишь? Ну что ж, тогда не повторим больше? Никогда не повторим. Мы вместе теперь, и это всё, что важно. Да вижу, как вы вместе. Находитесь на расстоянии друг от друга в 10 километров. Не могу дождаться снова вернуться в воду. Не могу тебя отблагодарить достаточно, Джон. Были времена, когда Ухсула меня держала пленным, что я потерял надежду аж. Я думал, что я не увижу Ариэль снова. Но теперь из-за тебя мы воссоединились. Я просто отсасываю для хорошей любовной истории. Не могу позволить Ухсуле выиграть. Без проблем. Помощь деревни — это то, что я делаю. Короче, я весьма отсасываю. Тогда есть только одно, о чём я не могу перестать думать. Что-то, что Ухсула сказала мне это самое. Ухсул сказал мне, чтобы меня подразнить, короче. Ну, в общем, неважно. Ты мне уже помог достаточно для одного раза. Я постараюсь решить эту тайну самостоятельно. Спасибо ещё раз, Джон. Что-то мне подсказывает, что это будет следующий квест, связанный с ним. Но пока что, что он нам выдаёт? Очередной парик. Чё-то не похожий на него, в принципе. Скотта женщину содрал, видимо. Стикер его пса. Иронично, что самого пса здесь нет. Ну, как, собственно, и Флаундера, и Себастиана тоже здесь нет. И его диван из его хаты, на котором мы там уже полежали, наверное, да? Вот на вот это вот стикере. Затем форма для женщины почему-то, опять-таки. Стикер с корабликом. Это 10 уровень кораблик из его дома, собственно, миниатюрный. Ну-ка, ты у нас будешь заниматься форенджингом. Максимально, так сказать, мужское дело. Хотя, стоп, у нас уже, кажется, было, кажется, кое-что назначено форенджинг. Поэтому занимайся диггингом, короче. Копай могилы. Или ещё что-нибудь. Нет-нет. У нас теперь уровень 39, между прочим. Получили тебе кроватку в награду. Ещё один уровень, и всё. Мы покачаемся максимально и больше не будем получать все эти опыты. Потому что, к сожалению, почему-то как-то слишком маловато уровней у нас, учитывая, сколько здесь квестов и персонажей. Можно было бы уже и уровни расширить, чтобы можно было и дальше качаться. Но, видимо, разработчики считают, что с нас и того хватит. Ну ладно. Вся серия ушла просто, чтобы спасти этого рядового Эрика, который у нас тут весь такой принц из себя. Ага. Посмотрим, сделает ли он что-нибудь принцевое, или так и будет, собственно, девой в бите, которая будет тоже просить нас о помощи, как и все остальные здесь. Как вы думаете, что будет геймплейно? Естественно, буду всем помогать в очередной раз. Ну ладно. Давайте пока что отдохнём и скоро продолжим помогать.